Это пандемия. Все помнят 2020 год. Коронавирус, больничные маски, закрытые границы, социальная дистанция и просто тотальная неразбериха. Люди строили различные теории заговоров, отказывались вакцинироваться и обвиняли во всем тайное правительство и масонов. Но что если вам скажу, что у правительства был подобный опыт? Секретные лаборатории, десятки смертей простых граждан и глупые ошибки, что приводят к ужасающим последствиям. Сегодня мы с вами поговорим не просто об обычной болезни, а о биологическом оружии – сибирской язве. Продолжение следует... Мы все пережили ужасную эпидемию, которая изменила нашу жизнь, казалось бы, навсегда. Как и коронавирус, сибирская язва не щадила никого. Страдали от нее как люди, так и животные. С начала 20 века в нашей стране зарегистрировано более 70 тысяч вспышек сибирской язвы. Но благодаря современной медицине и профилактике заболевания в последние десятилетия возникают очень редко. Однако стоит отметить, что отдельные случаи встречаются ежегодно. Словно убийца сибирская язва отнимает жизни людей. И ей не важен ни пол, ни возраст. Да на социальное положение и уровень достатка ей тоже наплевать. Но если она такая безжалостная, то стоит ли ее опасаться сейчас? И что же произошло во время ее крупнейшей вспышки в 79 году? Сибирская язва Сибирская язва это острое и опасное инфекционное заболевание, которое вызывает сибироязвенная бацилла. Эта бактерия вырабатывает сильный токсин, вызывающий специфические поражения кожи. В редких случаях процесс распространяется по всему организму. Но иногда сибирская язва протекает в виде тяжелого заболевания. И даже неоднократно применялась в качестве биологического оружия. Вот тут стоит отметить, что сибирская язва передается различными способами. Контактным путем. Например, при работе с больными животными или разделке туш скота. Воздушно-полевым, когда достаточно просто подышать рядом с могильником. Пищевым и водным. И тут даже не нужно есть летучую мышь где-то далеко в Китае. Достаточно просто зараженного куска говядины. Трансмиссивный. Это когда болезнь передается через укусы различных насекомых. И гемоконтактный. Так что, пожалуйста, будьте аккуратны со шприцами. В апреле 1979 года я был студентом. Помню все эти жуткие времена. Подъезды, залитые хлоркой. Солдатики, день и ночь перекапывающие всю открытую поверхность. Поливалки, льющие вонючую дрянь. Прививки, которые ставили не шприцом, а каким-то пистолетом в ДК в Турчермет. И огромные очереди на эти прививки. Но самое пугающее – это неизвестность и слухи. То в трамвае кто-то умер, то кто-то на улице шел, упал и не довезли. Еще помню столбы дыма над заводами мясом комбината, жиркомбината и комвольного комбината. По слухам, там на полном сжигали все мясные продукты и всю шерсть. Ничего мясного не купить было. И на рынках запрещена была торговлями с продуктами. Источником болезни в основном является крупнорогатый скот. Да и некрупный тоже. Инкубационный период, во время которого болезнь протекает без симптомов, зависит от формы заболеваний и может длиться от одного дня и до двух месяцев. А в этом плане болезнь ведет себя достаточно хитро. Но зачастую это обычно от двух и до четырнадцати суток. Звучит на самом деле очень пугающе. Ведь каждый из нас не отказался бы от хорошего стейка с рейер-прожаркой. Да и заразиться смертельной болезнью от укуса мошки кажется не самым перспективным исходом. Но самое интересное заключается не в самой язве как болезни, а в том, как советские ученые хотели сделать из нее биологическое оружие. Первые упоминания о зараженных датируются апрелем 79-го года. Это самая крупная вспышка сибирской язвы в Свердловске. По официальным данным язва унесла жизни 60 человек, но по неофициальным чуть более сотни. С самого утра 4 апреля в Свердловской городской больнице номер 24 творилось нечто странное. Кареты скорой помощи одна за другой подвозили жителей Чикаловского района с подозрительно схожими симптомами. Температура под 40 градусов, затрудненное дыхание и мучительный кашель. Буквально в течение нескольких часов терапевтический корпус на 100 коек переполнился. И прибывающих пациентов начали пренаправлять в больницы других районов. Но несмотря на усилия врачей, состояние многих больных стремительно ухудшалось. И вскоре последовали первые смерти. Из нескольких сотен пациентов, поступивших в больницы в самом начале этой страшной эпидемии, в течение последующих двух скончалась почти половина. Эпидемия началась с обнаружения больных со странными симптомами пневмонии. Сначала не было и подозрений, что в городе воцарила эпидемия, но людей в больницы попадало все больше и больше. А после вскрытия первых пациентов выяснилось, что это сибирская язва. Но болели не только кожной формой, но и крайне редкой – легочной. Эту форму болезни гораздо сложнее лечить, и передается она воздушно-капельным путем. А в это время в газетах стали появляться заголовки. В Свердловске и области участились случаи заболевания скота. В колхоз был завезен низкокачественный корм для коров. Администрация города убедительно просит всех свердловчан воздержаться от приобретения мяса. В случайных местах, в том числе и на рынках. Итак, по официальным данным, в результате эпидемии в Свердловске погибло минимум 64 человека. А люди заразились от животных, с которыми контактировали так или иначе. Но все, что говорилось в газетах, к сожалению, ложь. Это была намеренная дезинформация, ведь правительство не хотело паники среди населения. Чувствуете, да? Уже начинает пахнуть какой-то теорией заговоров и жуткими экспериментами над людьми. Уже на этом моменте возникает диссонанс. Сибирская язва обычно поражает желудочный тракт и кожаный покров. А в нашем случае были поражены легкие. Они страдали хуже легких курильщиков. В то время никто и не знал, по какой причине сибирская язва поражает легкие. Да и навряд ли бы узнал, ведь все было тотально засекречено. В советское время правительство всеми силами боролось с распространением нежелательной информации. Единственной правильной версией была версия властей. А все остальное приравнивалось к уровню слухов между бабушками у подъезда. Моя мама жила на Ферганской. Это недалеко от 19-го военного городка, где в начале апреля произошел взрыв. После УРЗ у мамы началась ангина. А еще через несколько дней она попала в 24-ю городскую больницу с отеком гортани. Помню, как приехала к ней в больницу в субботу. И мама мне пожаловалась, что ей сильно давит уши. А через два дня ее перевели в 40-ю больницу. 30-го апреля мама не стала. Ее хоронили в закрытом оцинкованном гробу, а нам даже отказывались показать ее труп. Свидетельствия выданным врачами причиной смерти назвали сепсис. Но все в корне поменялось в 91-м году, когда был образован архив первого президента Российской Федерации. Тогда за 10 лет успело всплыть на поверхность множество документов, что раньше находились под грифом «совершенно секретно». Тут мы с вами и узнаем о 19-м военном городке, что находится в нынешнем Екатеринбурге. Где была самая настоящая секретная лаборатория. Но что же на самом деле произошло в Свердловске? Давайте разбираться. В 1992 году во вновь переименованный Екатеринбург приехал профессор Гарвардского университета Мэтью Мезельсом, который уже несколько лет занимался случившимся на Урале. И спустя ровно два года он опубликовал в авторитетном научном журнале Science статью «Вспышка сибирской язвы в Свердловске». В результате многочисленных интервью с выжившими в эпидемии, а также с родственниками погибших, Мэтью построил модель распространения вспышки. Оказалось, что в ориентировочный момент выброса практически все жертвы и выжившие находились в достаточно узкой зоне, протянувшись от 19-го городка на 4 километра к юго-востоку. Как можно догадаться, во всем оказался виноват обычный ветер. Тут становится понятно, что источником этой заразы был именно 19-й городок. Возможно, если бы не ученые из Америки, то мы бы с вами никогда и не узнали, откуда возникла утечка этого биологического оружия. Теория номер один гласит, что в первых числах апреля в секретной лаборатории что-то пошло не так. В частности, этой гипотезой придерживался известный микробиолог Канаджан Байзакович Алибеков, дослужившийся в биопрепарате, в структуру которого и входил Свердловс-19, до должности первого заместителя директора. Он назвал не только причину происшествия, которое, по его словам, послужило халатность персонала при замене воздушного фильтра, но также и озвучил имя виновного – полковника Николая Чернышева. Но, казалось, все сходится. И тип возбудителя, и путь заражения, и тот факт, что значительная часть пострадавших находилась в узком секторе к юго-востоку от Свердловска-19, а именно в ту сторону и дул ветер. Но имеется и ряд вопросов. Как-то не верится, что изолированные помещения, в которых ученые работали с особо опасными патогенами, отделял от внешнего мира всего лишь один злополучный фильтр. Ну и на эти вопросы можно попытаться ответить. Так, существует предположение, что утечка была вызвана не проблемами с вентиляцией, а взрывом кассетного боеприпаса в цехе снаряжения или в спецхранилище. Не стоит исключать и простую меркантильность, когда, несмотря на все ограничения, дефицит на мясо в город все-таки попадал, в том числе и из зараженных районов. Его реализовывали из-под полы. На этом неплохо можно было заработать в те дни. Теория номер два достаточно конспирологическая. Ведь, казалось бы, даже Борис Николаевич Ельцин, который в тот момент занимал должность первого секретаря Свердловского обкома КПСС, признал факт выброса, произошедшего в результате нарушения техники безопасности, халатности или какой-то другой цепочки событий. Однако, существует и вторая версия произошедшего в Свердловске, указывающая на очевидные или кажущиеся таковыми несостыковки версии выброса. Что характерно, ее сторонниками в основном являются люди, имеющие непосредственное отношение к советской военно-биологической промышленности, которая, кстати, вовсю работала в условиях подписанной еще в 1972 году конвенции о запрете разработки производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия. Сторонники этой версии обращают внимание на странный, по их мнению, очаговый характер эпидемии. Максимальное количество зараженных должно находиться на непосредственных окрестностях места выброса и уменьшаться по мере удаления от него. Согласно же исследованию американского профессора Мезельсона, во время вспышки сибирской язвы было несколько четких очагов заболевания, причем крупнейший из них находился в районе завода керамических изделий в 2-3 километрах от 19-го городка. Далее обращается внимание на длительность эпидемии, не согласующейся с коротким инкубационным периодом сибирской язвы и стремительным его развитием после проявления симптомов. Утверждается, что вспышка продолжилась до середины июня, то есть больше двух месяцев, хотя тот же Мезельсин писал, что основная масса жертв погибла до 15-го мая. Кроме того, сторонники этой версии подвергают сомнению сам факт случайного снятия фильтра, ведь это такая нехилая бандурина размером со взрослого человека. Да и Свердловск-19 был оборудован сразу несколькими каскадами фильтров. Также еще одним доводом является то, что Свердловчан убивала смесь из четырех штаммов вируса, канадского и североамериканского происхождения. Наконец отмечалось, что западные голоса сообщили об эпидемии почти сразу после ее начала, 5 апреля, в то время как первое вскрытие с установлением диагноза было проведено только 10-го числа. Смысл этой версии заключается в том, что никакого случайного выброса не было. Вместо него в апреле-майе 1979 года в Свердловске произошли теракты. Диверсанты, на происхождение которых явно намекают название штаммов вируса, два с лишним месяца распыляли аэрозоль со спорами сибирской язвы, убивая простых мирных жителей. Подобных историях, когда стороны оперируют данными, подлинность которых на 100% определить невозможно, тяжело прийти к единому мнению. Ведь на любой довод каждой из сторон можно привести не менее правдоподобный контраргумент. И хоть у нас нет единственно верной теории, мы все равно были рады погрузиться с вами в эту невероятную историю. Так что в какую теорию верить, пусть останется выбором каждого из вас. А ну а закончить это видео хочется цитатой Джорджа Сантояна. Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь. Субтитры создавал DimaTorzok